Приветствую вас. В первую очередь хочется сказать, что мошене имеет смысл спасать только тогда, когда другой человек тоже хочет их спасать. Если вы видите со стороны другого человека только лишь пассивное отстранение, пассивное отдаление, то на самом деле не важно, что им движет, проблемы в работе, проблемы в личной жизни или что-то еще. Главное, что человек почему-то считает, что может вас бросить, человек почему-то считает, что может вас, например, окинуть, человек считает, что вы можете быть без него, при этом сдать его. Это достаточно эгоистичная позиция. И единственным приемлемым вариантом поведения в данном случае является то, со стороны человека, пока что, со стороны мужчины, пока что я скажу, является обозначение четких сроков. То есть, например, вот у меня проблемы на работе, да, там в течение, ну скажем, недели, двух недель я их решу и потом все будет как всегда, как раньше. Но даже в этом случае все равно возникают справедливые вопросы по отношению к человеку, как так получается, что ты, свой человек, не посвящаешь меня, то есть вас, свои проблемы. Почему ты не позволяешь тебе помочь, почему ты не позволяешь тебя поддержать, почему ты не позволяешь быть с тобой рядом. Ну, когда концов, не сомни, за днями ты на работе. То есть, то есть, здесь, к сожалению, все очень подогрительно, особенно за счет того, что вы сказали, что со своими друзьями и со своей семьей человек вас не знаком, значит, не хотелось, чтобы вы вошли в его круг общения, а это что-то значит. Понятно, что не так много, но вот в контексте того, что вы описали, значит, в контексте того, что вы описали, поведение человека вырисовывается в определенную картину, и эта картина далеко не радужна для вас, к сожалению. И поэтому, отвечая на ваш первый вопрос, как вести себя, я отвечу так. Молодой человек вам не звонит. Молодой человек просто пропал, и я так понимаю, что он не идет на контакт, то есть, разговаривает с вами сухо, разговаривает с вами неохотно, гораздо меньше, чем раньше. Ну, то есть, в общем, ведет себя негативно, по большому счету. И в этой ситуации совершенно бессмысленно, бесполезно пытаться добиться от него внимания. Ну, хотя бы просто потому, что это ничему не приведет. Пожалуй, только еще больше снизит вашу ценность в глазах этого человека. Поэтому, самое правильное поведение, которое вы можете продвигать, самая правильная модель поведения, которой вы можете придерживаться, это модель поведения принятия выбора человека. То есть, человек решил, что он не будет с вами, человек решил отдалиться от вас. Хорошо, это его выбор. Выбор человека отдалиться от вас. Но, простите, и ваш тогда выбор заключается в том, чтобы самостоятельно так же от человека отдалиться и не воспринимать его уже так, как раньше, как, ну, я не знаю, как, например, серьезные личности. Вот это делать невозможно. Ну, потому что, понятно, человек ответственный и серьезный, так и вести себя не будет. Значит, что вы можете сделать? Отвечить ему зеркально. Зеркально отвечаете на то, что человек делает по отношению к вам. Не общается, не звонит, реже разговаривает, реже появляется в вашей жизни. Значит, показывает, что вы ему не так важны. Если показывает, что вы ему не так важны, значит, вы покажите, что он вам тоже не так важен. Вы занимаетесь больше своими делами, своими проблемами, своими работами. Посветите больше времени именно себе. И тогда мужчина увидит, что вы отдаляетесь, мужчина увидит, что вы, ну, готовы его потерять, скажем так, готовы его отпустить, если понадобится. И в этом случае он проявит свое отношение к вам. Либо он начнет вас обвинять в том, что вы его бросите, не понимаете его подождать и так далее. И это будет означать, что мужчина достаточно эгоистично настроен по отношению к вам. Либо вы увидите с его стороны другую реакцию. Реакция, которая будет означать, что он вами дорожит. Реакция внимания к вам, реакция завоевания вас, ну, как бы, снова. Завоевание вас снова, если угодно, да, такая вот, такой вот оборот речи. И тем самым вы подтвердите себе, что человеку вы дороги. Ведь вы же понимаете, я надеюсь, что если мужчина ожидает от вас только какого-то поведения, а сам при этом делать ничего не хочет, если мужчина ждет только, что вы будете что-то делать, а сам при этом делать ничего не хочет, то вы можете прождать его таким образом. Очень и очень долго. И остаться разочарованной, остаться брошенной, покинутой и, по вашему мнению, преданной. Чем раньше, чем быстрее вы отдадите себе отсчет, что какой линии поведения придерживается мужчина, тем быстрее вы сможете для себя определить свое собственное поведение. И это поможет вам выбрать наиболее правильную тактику. Для того, чтобы понять, какое отношение к вам у мужчины, нужно поставить его в такое положение, чтобы это отношение проявить. Пока он проявляет его пассивность, но и ситуация такова, что она скрывает его истинное отношение к вам. То есть, видите, ситуация неоднозначная за пассивностью, и могут крыться проблемы. Если вы проявляете себя так, как я сказал, это выведет мужчину на эмоции. Но перед этим, перед тем, как делать все то, о чем я говорил, вам нужно пригласить молодому человеку помощь в его проблемах. То есть, скажите, ну вот, я понимаю тебя, я понимаю, что у тебя проблема, подволь мне тебе помочь, подволь мне тебя поддержать, доверься мне. И если мужчина не захочет вам доверяться, если мужчина не захочет делиться с вами своими проблемами, то это будет означать только то, что мужчина не пускает вас в вашу жизнь. И это в свою очередь значит, вряд ли такому человеку можно доверять. То есть, если человек не пускает вас в свою жизнь, значит, он не рассматривает вас серьезно. Опять-таки, отсутствие серьезного рассмотрения по отношению к вам, это не что-то плохое со стороны мужчины. Он не хочет, и это его право. Но и ваше право это не терпеть. Ваше право принять его выбор и двигаться дальше. Надеюсь, вы понимаете мою мысль. Вот, примерно так можно ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы у вас появились, буду рад помочь вам. Пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.